Уважаемые коллеги, добрые вечи. Начинаем матчную консистенцию. Снять такие слова от главных тренеров команды «Все очень в игре». Уважаемые коллеги, добрые вечи. Начинаем матчную консистенцию. Я считаю, что игра была очень интересной сама по себе, по содержанию. Команды играли на результат. Очень много пришлось из зрителей. Я думаю, что в такой атмосфере играть очень приятно с хоккеистом. И старались показать лучшие свои качества. Поэтому я доволен игрой команды и доволен результатом. Спасибо. И главный тренер СКА Вячеслав Бутов. Добрый вечер. Зинитул Хайдарович и команда «Альба» с победой. Заслуженные. Сегодня нам прилично дали по шапке. Время, когда мы забили гол 2-1, был момент, чтобы мы могли вернуться в игру. Но, видимо, сегодня не судьба. В целом, в общем-то, мы не заслужили очков. И соперник сыграл очень строго и дисциплинированно. Нам не хватает пока реализма и эффективности в зоне обороны и зоне атаки. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вячеслав Аркадьевич, показалось с трибун, что после второй шайбы Коскин немножко поплыл. Согласны ли вы с этим? И посещали ли вы, в смысле, завернуться в реаль? Или не было так? Спасибо. Вообще, он власть-то с собой не брал, чтобы плавать. А мысли такой нет. Для того этот игрок пришел в команду, чтобы показывать свое мастерство. Он должен знать, что здесь есть и давление, и пресс. И он должен уметь знаковые матчи вытаскивать тоже. Оппонент играл прилично. Вытащил очень много моментов, которых мы могли забивать. К сожалению, я не скажу про нашу авторию. Не хочу его обвинять в поражении. Вся команда не доработала. Но здесь, я думаю, будет. Вы два великих тренера. Существует ли у вас между друг другом какое-то соперничество? Может быть, личное, может быть, творческое? Спасибо за величие. Ну, это правда. Ну, я думаю, что любому тренеру хочется выигрывать и к каждому матчу готовиться серьезно. Мы сегодня готовились, и я готовился не против доктора Быкова играть, я готовил команду играть против сильного соперника, который, на самом деле, сильный, если взять все линии, которые существуют. Мы все достаточно высокого уровня игроки и показывают хоккей хороший. Поэтому отношения у тренеров всегда такие рабочие, нормальные, человеческие. Так, чтобы именно, допустим, у кого-то так были. Не знаю. У меня и такого нет. Я с уважением отношусь к Олеге, тем более, Зинитруй Хадаровичу, тем более, мы играли еще вместе. Мне посчастливилось. Поэтому здесь только в плане уважения. А что касается команды, то, действительно, я полностью согласен. Здесь для каждой команды принципиально выходить заряженным на победу, не персонально для кого-то или против кого-то. Вопрос. Считается, что у Вас и такущая команда, а у Вас и Талхайдарович, в более оборонительном стиле. Ну, насколько я как женщина разбираю. Согласны ли Вы с этим? И насколько противостояние команды оборонительного плана, как говорят, чаще успешен или наоборот? Ну, вот я когда слышу, значит, оборонительного плана, я все хочу спросить у этого человека, а что такое оборонительный план? Да, хоть и объяснили бы мне, что это такое. Какое-то, знаете, обороне, оборона. Да, мы уделяем время обороне, мы уделяем время атаке. Поэтому команда, которая хочет показать хороший результат и достичь хорошего результата, он должен уметь и играть и в атаке, и в обороне. Поэтому мы работаем две стороны, так скажем. Поэтому вот эта, как оборонительная там команда и прочее, мне непонятно, честно говоря. И вот когда говорят об этом, мне даже смешно становится. Нет, я не имею в виду вас, потому что есть люди, которые так частейко повторяются. Не верьте слухам. Ради них, пожалуйста. Ради них, пожалуйста. Вопрос в том, что я читал по 5 Чубыкову. При счете 2-1, когда у СКА была возможность сравнять счеты, в общем, наверное, тогда бы игра могла сложиться по-другому. Забить не удалось, а потом показалось, что СКА уступил в физике. Соперный, по крайней мере, так это выглядело со стороны. Как это на самом деле? И, может быть, команда, вернее, усталая, и команда действительно в конце регулярная чемпионата. Ну, это совершенно не так. Тем более, у нас сейчас было время для того, чтобы готовиться. И мы действительно готовились. После того, как мы не смогли сравнять счеты, понимаете, здесь психологический фактор срабатывает. То есть, что соперник, после того, как выставил 3 на 5, это поднимает дух командный. Поэтому нам было сложнее снова преоболевать. Но здесь дело не физики. Вячеслав Николаевич, а можете раскрыть секрет, как команда провела перерыв? Усиленная нагрузка была и, наоборот, так более легкая. Мы работали. Вячеслав Николаевич, скажите, пожалуйста, первые три шайта в какой-то степени стали следствием того, что команда не совсем сконцентрирована и вышла на игру. Можно ли как-то в процессе тренировочной работы приучить хоккеистовска начинать длиться с первых минут? Мы к этому призываем. Но сказать, что первые доль шайбы – это не концентрация. Первый соперник разыграл хорошо численные преимущества. Очень хорошо они продемонстрировали. Второй гол, такой рабочий гол, действительно чисто плывовский может быть, когда шайба доставляется на пятак и там работается. Недоработка защитника, который должен более ближе, может быть, играть по сопернику. А так, нет, я не согласен с тем, что не было концентрации. Олег, спасибо большое. До встречи. Спасибо. Всего доброго. Следующий. Спасибо. Спасибо.